Ребята, всем привет! Это новый влог, беременный влог, и, вероятнее всего, финальный беременный влог, потому что времени остается уже совсем-совсем немного. В этом влоге поделюсь с вами вообще своим состоянием, своими ощущениями, расскажу про сбор сумки в роддом, потому что вопрос очень актуальный, девчонки спрашивали. Заедем, конечно же, на нашу квартирку, расскажем, как наша финальная стадия ремонта уже поживает, какие у нас вообще планы и так далее. В общем, готовимся вместе к событию Х. У меня, кстати, в квартире появился пеленальный стол. Опять-таки, из-за того, что мы не совсем понимаем, успеем мы переехать или не успеем, я решила гнездоваться, скажем так, здесь, потому что, когда уже остается мало времени, хочется, чтобы просто была как-то подготовлена, знаете, площадка, и ты уже не парился и знал, что в случае чего у тебя есть место, где ухаживать за ребенком, поэтому, возможно, он все-таки переедет, успеет в новую квартиру, но на всякий случай готовимся здесь. Тут у нас матрас для пеленания, гигиенические всякие принадлежности, большинство уже находится в сумке в роддом. Тут у меня шмотки детские, здесь всякие разные штуки, которые потребуются, подгузники, бутылочки и так далее. В общем, все пока в таком собранном состоянии. Тут у меня стоит люлька, которая тоже ждет мелкую. В общем-то, по большому счету, на самом деле, я готова. Сумки собраны, все собрано. Остается совсем немного времени. В общем, желаю вам приятного просмотра влога, надеюсь, что вам понравится. Буду, как всегда, рада обратной связи. Ну, поехали, расскажу, как наши дела. Удобно? Да, как вы видите, в нашей новой квартире появилась кровать. Нам ее только что собрали. На самом деле, для нашей семьи это большое счастье, потому что у нас теперь кровать 180 на 200. Квартира, в которой мы жили, она была сколько? Да. Вообще, наверное, кажется, уже 140. То есть, короче, там было очень мало места в последние месяцы, из-за того, что нас уже трое, мы вообще друг друга не давали спать, сейчас жили на столько места, что влезет даже двое детей всех. Вторая новость, которая явно не понравится нашему прорабу. Вы помните, когда мы переносили розетку на кухне? А то надо розетки переделывать. С этой стороны кровати розетка закрыта, выключать. Мы немножко не рассчитали с размером кровати, ему придется штробить одного. Не знаю, как он, конечно, к этому отнесется. Нельзя, а куда мы денемся? Я не понял. А вы за лежак заплатили? Это лежак относит. Это реально, как шезлонг, он собирается, это вообще кайф. Ну что, сейчас покажем, что у нас появилось новенького. И тут я энергично встаю, как грациозная лань, как говорится. Начнем с балкона. У нас тут появилось кресло, у нас тут появилась подставка под ноги. А мне пока, если честно, не нравится, как это выглядит. У нас в квартире появилось большое количество мебели. Конечно же, мы очень хотели, чтобы все сделали за раз, знаете, как это обычно бывает. Но, естественно, все пошло не по плану. Классика ремонта, но мы не отчаиваемся. Итак, первое, что в нашей квартире появилось, это шкаф. Вот он, смотрите, какой большой и красивый. Здесь пока не достает стеклянные красивые стенки, тут будут стоять мои кубки и металлы. Вот, ну, собственно, здесь всякие мои книги. Возможно, тут будут вещи. Посмотрим, вот какой красивый. То есть все твое? Угу, я понял, хорошо. Здесь у нас появилась вот такая красивая панель стеновая. Тут у нас будет висеть телевизор. Что самое интересное и мне нравится в этой квартире, что мы спрятали там специальная алюминиевая труба и все розетки спрятаны. В общем, нет вот этих уродских проводов, которые вечно меня бесили. И тв-тумба. Такая вот красивая. Тут у нас будет храниться вся обувь, большой-большой отсек. Ну, и, соответственно, тут вся сезонная одежда. Вот все в таком красивом стиле, черненькие ручки. Мне очень нравится. Только что приезжали замерщики, мерили зеркала. У нас по проекту здесь должна была быть большое зеркальное полотно, но... Приезжаем. Это было зеркало. Ничего у нас не получилось, потому что мы не влезем, его не поднять. Поэтому тут будет такое большое зеркало в алюминиевой и красивой черной раме. Тут такая еще красивая маленькая тумбочка. Вообще все мне очень нравится. Очень красиво. Дальше. В спальне у нас появился тоже шкаф. В таком же стиле. Большой, беленький. Две полки двоих. Все остальное мое. Пробуй не вместись. Писуй. Еще здесь появился туалетный столик. Он задумывался изначально как косметический, но, скорее всего, тут я буду больше работать, чем краситься. Вот. Такой красивый. Тут будут мои щички. Не знаю. Скорее всего, оккупирую ванну вот окрашивание, а тут буду все-таки работать. И вот здесь уже будет цельное зеркало. От пола до столика, в нижней точке, там тоже будет кусочек зеркала. Такой вот полотной зеркало. В этом санузле появился тоже шкаф. Вот такой. Тут всякие будут хранить хозяйственные штуки. Открытые полочки. Тут всякие красивые будут фентифлюшки. Непосредственно у нас появилась тумба под раковиной. Раковина еще не установлена. И столешница. Все это еще не закреплено. Потому что вчера, когда заканчивался процесс уже монтажа мебели, нам звонит мебельщик с заветной фразой. Мария, у нас проблема. В общем, когда монтировали здесь тумбу. Тут должна быть тоже тумбочка со столешницей. Видите вот эти маленькие дырочки? Вот эти вот. Вот эти. Казалось бы, что в них может быть безобидного? Но когда одно из них сверлили, они попали в трубу с водой. И, соответственно, оттуда началась, начала литься вода. Они пробили трубу. И теперь что нам нужно сделать? Надо вот это все убирать, раздалбливать заново. Все это снимать. Герметиком фигачить трубу. Заново делать плитку. И только потом весь этот шкаф. Но в чем, естественно, загвоздка в том, что плитки у нас этой нет. Она закончилась. Как-то мы ее купили ровно под размер. И нам надо искать себе новую плитку. Вроде бы, как я ее нашла. Надеюсь, что через 4 дня привезут. Из-за того, что все мы понимаем, есть определенные проблемы с поставками. Есть проблемы с поиском этой плитки. Но вот мы вот так держим пальцы на руках и ногах. Что через 3 дня она приедет. И они смогут это все переделать. И не придется перекладывать все стены. Почему это случилось именно в моем кабинете? Ну, Кисуль, понимаешь, не все может быть идеально. И вот основное, что осталось. Подождать. И это последний, уже финальный этап. То есть, сейчас, когда они доделают вот эти все мелкие штуки, останется в кухне. И все, по большому счету, потом мы вызываем. Клиник, все отмывают от пыли, грязи. Довешивают зеркалки, мелкие доделки шторы. Мы уже приезжали. Представляется, в последнее время я практически уже не готовлю. Просто потому, что нет у меня, наверное, сил, времени. Но спасает меня, в общем-то, Грофуд. Как раз на только что приехала коробочка. Заказываем ее сейчас, можно сказать, на двоих. На самом деле, это славенная линейка. Помните о том, что я до сих пор не ем мясо. Вот, поэтому она мясная. Но я, знаете, подъедаю у него всякие вкусности. Сейчас распакуем и покажем, что у нас в этой коробочке. Скажу вам о том, что у меня есть промокод. Звучит он. Соколова. Вы можете его использовать для заказа рациона любого на сайте. По самым выгодным условиям. Ссылку на заказ оставлю в описании этого ролика. Итак, поехали. Что у нас здесь? Первый премьер пищи. Суббота. Сливочный скромбоз с кукурузным соусом и хрустящий тортиль. Это для меня. Тарталетки с парфе из вареной сгущенки и яблочным хрустящим соусом. Это тоже для меня. Ну, как с квартирой, да, похоже? Кокосовая гранула с йогуртом. Это для меня. Шпинатные панкейки тоже для меня. Салат с куриной грудкой, кукурузой, греческим орехом и йогуртным соусом. Это для тебя. Жирко из курицы для тебя, Слава. Куриное филе тоже для тебя. А все остальное для меня. Вот. Поэтому сейчас мы питаемся кровь-фудом просто потому, что уже нет у меня сил и времени на готовку. А тут удобно. Все посчитано, все готово, все свежее, вкусное. Контейнер с лодиночка достал, разогрел, поел и доволен. А еще и в ремонтных делах. Это вообще просто супер, потому что у нас, правда, нет времени. Мы постоянно в каких-то бегах и переездах. Но, тем не менее, мы сытые. И это самый крутой вариант, когда у вас супер загруженный график. Организовываете себе еду. Потому что в спортивном случае, если бы не было кровь-фуд, то, скорее всего, мы бы перебивались с тем, чем под руку попадется, как говорится. Но, чтобы так не происходило, у нас есть кровь-фуд. Вот Слава сейчас будет вести марафон софункциональную тренировку. Я в этом сезоне вела уже только растяжку, потому что уже, естественно, прыгать я не могу. Но вот теперь Слава отрабатывает. В следующем сезоне уже... Запускай! Еще будешь ты, а потом через сезон я. Готов? Да. Семь. Восемь. Девять. Десять. Руки тянем назад. Но гирку сильно тянет вперед. Перейдем к разбору сумки в роддом. Дело в том, что я рассказала об этом в сторис, о том, что собираю сумку. И было много вопросов у девчонок, а что вы с собой берете, а как вы ее собираете. Но так как все-таки в той социальной сети, которую нельзя называть, в общем-то, не все у меня рожающие, я решила снять отдельный ролик на YouTube для тех, девчонок, кому это актуально, либо будет актуально в скором времени, поделиться, скажем так, своим опытом. Обращаю ваше внимание, что я первый раз становлюсь мамой и пока что базируюсь исключительно на каких-то советах и рекомендациях и на той информации, которую изучаю. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то дополнительные комментарии, и вы уже опытная мама, и в процессе просмотра видео поймете, что что-то я беру лишнее или чего-то мне не хватает, я буду очень признательна, если вы поделитесь своим опытом. А я, собственно, расскажу про свой. Начнем с того, вообще на чем я основывалась, собирая сумки. Первое, естественно, на опыте своей подружки, потому что она рожала конкретно в этом роддоме, в котором я буду рожать, я собираюсь рожать в ЦКБ. Соответственно, она там была не так давно, у нее свежий опыт, и она на опыте знает, что действительно там пригодится, а что не пригодится. Потому что, опять-таки, все роддома разные, где-то вам могут вообще ничего не дать, а где-то выдают все, скажем так. Плюс ко всему я посмотрела курс по подготовке к родам, взяла какую-то оттуда информацию, прослушав мнение экспертов в том числе. В общем, вот так с миру по нитке собрались три моих сумки. Плюс ко всему, на 35-й неделе, к сожалению, я попала в больницу, также в ЦКБ меня госпитализировали на несколько дней, что, с одной стороны, грустно, с другой стороны, это было тоже позитивным опытом, потому что мне удалось побывать в больничке непосредственно, посмотреть, что там есть, что дают, и в больнице, где я рожаю, на самом деле, для мамы конкретно дают вообще все. И начну рубашку, и халаты, тапочки, и гигиенические принадлежности, поэтому глобально ты можешь с собой ничего не брать, если тебе комфортно в больничной одежде. Ну, либо, если ты хочешь, взять что-то с собой. Для малыша, на самом деле, там тоже очень много всего выдают. Ой, пинается. Дочь, потерпи. Рассказываю, что я собрала. Первое. Сумки все прозрачные. На самом деле, это довольно уже старые требования, и в основном сейчас уже требования городского роддома, да, чтобы, когда вы приезжали госпитализироваться, было видно, что вы с собой берете. В коммерческих роддомах это необязательное требование, вы можете хоть с чемоданом приехать. Но так как я сумки на старте уже заказала давно, я решила ими воспользоваться. И правда, когда сумка прозрачна, это довольно удобно, потому что ты можешь что-то вспомнить, посмотреть быстро, лежит это или нет, и, в общем-то, что-то в сумку доложить. Сумку я собирала вообще сумки, да, по принципу такому. Первая сумка, это сумка, которая непосредственно потребуется вам в день родов, то есть вот вас госпитализировали, и дабы не ковыряться в общей массе вещей, я отдельно отложила то, что потребуется непосредственно в родовой деятельности. И уже две оставшиеся сумки, это сумки, когда все случится, и мои вещи, и, собственно, все принадлежности для малышки. Начнем с сумки номер один. Первое, с чего стоит начать, у меня просто лежит это в другой сумке, это документы, естественно, да, с которыми вы поступаете в роддом, не забудьте их, там должно быть все. Во всех роддомах, конечно, по-разному, но в основном это контракт, если вы выражаете платно, там обменная карта, паспорт, в общем, пакет документов. Это первое, что вы будете предоставлять, госпитализируясь. Поехали. Первая сумка для родов. Здесь у меня компрессионные чулки, врач мне сказал их купить, для того, чтобы в процессе родов у вас не было никаких негативных последствий для ваших ног, вен, отеков и так далее. Компрессионные чулочки. Резинки для волос, тапочки непосредственно, да, которые потребуются для того, чтобы там вообще перемещаться по больнице, ходить в душ и так далее. Четыре вот таких взяла бутылки с водой, со спортивным вот этим клапаном, дабы было удобно пить, а пить захочется, это точно в большом количестве. Далее здесь у меня халат, ночная рубашка и носки, которых я планирую ржать, но опять-таки в роддоме, где я ржаю, в принципе, выдают всю одежду, и вы можете воспользоваться больничной, но я как-то вот решила взять свою, хотя, возможно, буду и в той одежде. Здесь у меня косметичка для славы, потому что мы госпитализируемся вместе, и, соответственно, я просто ему ее передам. Здесь зубная паста, гель для душа, умывалка, ну, в общем, стандартный набор. И тут непосредственно то, что нужно в самих родах для малыша. Здесь один подгузник, шапочка и носочки. Это классика жанра во всех роддомах, 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 роддомах. Все, понимаете, за девятое место это уже мне свойственно. Это требует непосредственно в процессе появления малышки. Бодик, пеленку, это все дает роддом. Вот такая первая сумка. Плюс ко всему у меня есть список тех вещей, я заранее составила заметку того, что мне потребуется взять с собой. Но то, что я сейчас не могу положить сумку, типа фена, которым я пользуюсь на постоянной основе, там, косметики на выписку, чего-то такого, это все я буду складывать непосредственно в день начала родов. Очень удобно, что все в заметке, ты просто открыл и быстро по списку пробежался, доложил то, что тебе необходимо. Ну, в общем-то, первая сумка получилась вот такая. Еще я читала, что можно взять с собой народы, какие-то там совечьи, веера, что-то, что тебя будет успокаивать. Понятия не имею, что мне пригодится в этот момент, поэтому я ничего такого не брала. Акушерка мне сказала, я все сделаю сама, в общем-то, я доверилась. Поехали дальше. Сумка номер два, вот такая большая, вот это как раз-таки та сумка, которую мне будет ждать в палате, и здесь все то, что потребуется мне, 3-4 дня, пока я буду в роддоме, и малышке. Поехали. Как раз-таки здесь лежат документы все. Первое. Большой пакет с вещами. Здесь по классике жанра, там, нижнее белье, несколько блюзгалтеров для кормления, носки, и, собственно, еще одна сорочка, один халат на случай, если с тем комплектом одежды что-то случится. В общем-то, лежа 4 дня, дабы была чистая смена одежды, я с собой взяла. Дальше. Здесь у меня косметичка, ее я собрала заранее, купила всякие разные миниатюрки, типа шампунь, бальзам, гель для душа, зубная щетка, паста, в общем, все то, что пригодится маме, пока ты будешь лежать непосредственно в палате. Дальше. Пацаны, отойдите от экранов, если вдруг вы смотрите. Хотя, с другой стороны, вы тоже будущие папы, и знать, чем сталкивается женщина, иногда тоже полезно. В общем-то, здесь послеродовые трусы и пара наборов гигиенических прокладок. Это обязательно момент, который нужно взять с собой в родом, вне зависимости от того, кесаревого отсечения, либо естественного рода. Это, правда, важный аспект, о котором все врачи говорят, то это важно знать, потому что вот это вам точно никто в роддоме выдавать не будет. Ну, а если дадут, то, наверное, не самого лучшего качества. В общем, о личной гигиене позаботиться нужно. Дальше. Есть у меня здесь вот такой пакетик. Тут вкладыши для груди непосредственно для начала грудного вскармливания, если оно начнется, все будет благополучно, и крем для сосков. Взяла одну бутылочку, как раз-таки на случай, если вдруг, да, с грудным вскармливанием не пойдет, сказали, чтобы была с собой, и к ней же я взяла средства для мытья всей детской посуды, там, сосок, бутылок и так далее. Тоже это в роддоме вам не дадут, поэтому это нужно взять с собой. Но все зависит от роддома, конечно. Упаковка одноразовых пеленок, упаковка салфеток детских для гигиены малыша, крем под подгузник. Мне все мои подружки посоветовали именно такой, сказали, что тема классная, суда, крем. Дальше здесь у меня пенка для мытья малыша и лосьон, который, на самом деле, я тоже планирую использовать, потому что он подходит и для мамы, и для малышки. В общем-то, чтобы был. Понятно, что, скорее всего, в роддоме купать прям капитально ты ребенка не будешь, но, тем не менее, какое-то средство для того, чтобы какие-то элементарные гигиенические процедуры производить, нужно. Несколько пар носков. Поговаривают, что у беременных после родов сильно мерзнут ноги. Позаботилась, взяла. Несколько пакетиков, скажем, у меня вот таких собрано с памперсами. Я не знаю, сколько их брать. Во всех там каких-то рекомендациях, чек-листах я прочитала, что нужна упаковка. Упаковки тоже бывают разные. И 100 штук, и 20 штук. В общем-то, взяла их штук, наверное, может быть, 30 с собой. Мне кажется, что этого должно хватить. В общем-то, я их взяла довольно много. Я думаю, ладно, если что, отвезем домой. В этом нет ничего страшного. И здесь у меня лежит еще белый пледик на выписку. Вот такая большая получилась сумка тех вещей, которые, в принципе, потребуются мне и маленькой в период, когда мы будем, в общем-то, восстанавливаться в роддоме. Дальше. Здесь есть вот такая сумочка. Тут непосредственно добавочные вещи для малышки. Памперсы. Еще памперсы. Вы понимаете, этим добром я запаслась сполна. Потому что памперсы не выдают в роддоме. И, ну, как бы, лучше больше, чем меньше, да, чтобы потом папа не ездил, не докупал. Ничего страшного. Они много мест не занимают, не тяжелые. Дальше. Здесь у меня комплект на выписку для мелкой. Взяла я вот такую красоту. Уж я, конечно, не знаю, воспользуемся мы им или нет. Возможно, ей будет не очень удобно. И мы будем в обычном белом бодике. Но, в общем-то, красивый. Я тоже купила. Думаю, ладно. Пусть будет. Может быть, будет выписываться как королевна из роддома. Дальше. Здесь у меня набор одежды. Тут три бодика. Закрытые, да, с ножками, с ручками. И два бодика открытых. На случай, если вдруг в роддоме будет жарко. Потому что все-таки рожай об августе. В общем, несколько комплектов одежды. Мне сказали, что 3-5 штук. В принципе, достаточно. Время в роддоме. Больше брать не нужно. Здесь у меня три пеленочки с собой. Хотя их тоже дают в роддоме. Но, там, в случае, если тебе вдруг потребуется. Я предпочитаю, чтобы было свое. Чтобы не ходить, не просить. Дальше. Здесь у меня несколько пар носочков. Несколько пар шапочек и чепчиков. Еще одна упаковка влажных салфеток. На всякий случай, если тех не хватит. И взяла с собой соски. Я не думаю, что вот они конкретно пригодятся. Мне кажется, не все малыши сходу начинают их сосать. Я вообще не очень хочу к соске приучать ребенка. Но, тем не менее, взяла. Думаю, пусть будут. Ладно. Собственно, вот такие у меня получились сумки. Есть еще какие-то дополнительные аспекты, которые возьму в день непосредственно родов. Опять, это все мне причислили в заметки. Какие-то вещи для меня. На выписку, например, платье. Пока не вижу смысла упаковывать. Вещи какие-то для славы. Это будем собирать, когда непосредственно будет день X. Вот. В общем-то, вот такие у меня получились сумки. Если вдруг при просмотре видео вы понимаете, что что-то здесь лишнее. По вашему опыту. Либо чего-то не хватает. Я буду признательна вам за ваши советы. Вот их я послушаю. Потому что все-таки я иду первый раз на такое мероприятие. Знаете, и как оно будет, пока не представляю. Вот. В общем-то, я на 37-й неделе. Через два дня 37-я неделя. И глобально это может уже начаться непосредственно в любой возможный день. Поэтому сумки собраны заранее. На всякий случай, чтобы уже было спокойно. Если ты понимаешь, что ты начинаешь рожать, ты все спокойно в машинку сгрузил и в роддом поехал. Волнительно, конечно, немного, но знаете, тот факт, что я как раз-таки была госпитализирована. С одной стороны, в этом есть какой-то положительный момент, потому что я побыла в роддоме 4 дня. Я познакомилась со всем персоналом, который там работает со своим лечащим доктором. Поближе пообщалась, с которым я буду рожать непосредственно. С своей замечательной кушеркой. Как-то, знаете, побыла вообще в этой атмосфере. Поняла, что мне очень понравилось место, которое я выбрала для родов. Вот прям попала вообще на 100%. И с роддомом, и с врачами все заботливые. Все 155 раз за день к тебе подойдут, спросят, как дела. И покормят, и помогут. Ну, в общем, прям у тебя ощущение, что ты приехал, знаете, куда-то к родственникам домой, потому что все тебе так опекают и заботятся. И как-то я себя почувствовала так очень комфортно. И меня так правильно настроили, что вот у меня нет какого-то, знаете, страха. Хотя, возможно, в день родов он появится. Скорее наоборот, у меня есть какое-то тотальное доверие и к себе, и к персоналу, и ко всему, что будет происходить. И какой-то, возможно, даже спортивный, знаете, интерес и азарт вообще. Как оно будет, как мы справимся с этим, какими мы будем родителями. В общем, времени остается немного. Возможно, это финальный влог перед родами. И в следующий раз я уже буду непосредственно вещать вам в статусе мамы и рассказывать о том, как это было. Очень надеюсь, что все сложится хорошо. В общем-то, вот такие вот мамские истории. Дочь! Пинается!